МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарная магнитка открыта для промышленного туризма. Но и сегодня каждый желающий может увидеть территорию Магнитогорского металлургического комбината. Странно, но эта фраза, где бы она ни звучала, под ней обязательно оказывается комментарий подобного рода. Надо же, а я не знал, что у нас в городе есть такая возможность. Удивительно, но факт. Больше половины населения города никогда не были на территории градообразующего предприятия. Безусловно уж, кто кто, журналисты и операторы телекомпании ТВ на промплощадке работают ежедневно. И об экскурсиях каждый из нас снимал десятки сюжетов. Но пройти стальными маршрутами экскурсионного бюро ПАО ММК и стать тем самым туристом в Каске не доводилось. Добрый день. Я сотрудник телекомпании ТВН. Меня зовут Елена Ткач, и я хочу увидеть комбинат. Группа по организации экскурсий. Здравствуйте, меня зовут Кристина. С чего начинается экскурсия на комбинат? Скорее всего, с сайта ММК Тур стальные маршруты, где есть вся необходимая информация и номера телефонов. Достаточно позвонить, и вы получите ответы на любые вопросы, связанные с посещением металлургического комбината в качестве туриста. Мы налаживаем контакт с будущим туристом. Мы узнаем, зачем он идет на комбинат, и понимаем его отношение к комбинату. И тогда строится уже и сама экскурсия. Руководитель направления промышленный туризм ПАО и ММК Мария Пушкарская о своей работе говорит всегда вдохновенно. Патриот своего города, предприятия. В экскурсионное бюро она подбирает людей, только близких по духу. Руководитель и четыре профессиональных гида. Именно эта небольшая команда за несколько лет провела более двух тысяч экскурсий для 30 тысяч гостей. Ежедневный труд, который ни в коем случае не может стать рутиной, иначе теряется сама соль идеи. Влюблять людей в город, в предприятие, в металлургию. Возле этого здания начинается экскурсионная программа. Центральная лаборатория контроля ММК была построена в 1934 году. Над этим проектом работали два архитектора. Немецкий Эрнст Май и голландский Йохан Нигеман. И этот факт становится первым отсылом к истории рождения легендарного комбината. Деловой центр ММК расположен на Комсомольской площади. И уже здесь можно часами рассказывать и рисовать архитектурный профиль Магнитогорска 30-40-х годов прошлого века. Но это лишь начало путешествия. Здравствуйте, меня зовут Калашникова Кристина Викторовна. Я экскурсовод промышленного туризма Магнитогорского металлургического комбината. Это та приветственная речь, наверное, с которой вы начинаете знакомство. Да, конечно, мы всегда так встречаем своих гостей. И потом рассказываем, какой у нас будет маршрут по безопасности, какие цеха мы сегодня посетим. И рассказываем, как пройти, соответственно, проходную. Туристы всегда немного дети. Чуть растерянны, смущены. И сотни вопросов, предметных и не только. Очень много организационных моментов, которые приходится решать тоже гидом. Спокойно, конструктивно и в моменте. А что вы нам покажете? А зачем вам наши данные паспортные или дата рождения? А что вы нас, правда, будете переодевать в спецодежду? Да, мы вас, правда, будем переодевать. Здравствуйте, Таня. Доброе утро. Ну, мне кажется, уже такой родной человек, потому что Татьяна знает о всех сотрудниках телекомпании ТВИН больше, чем мы могли бы, наверное, предположить. Начиная от размера обуви, да, и заканчивая, не знаю, размерами всех, любыми. Любыми, да. Хорошо. Тань, какой у меня ящик? Так, у вас сегодня восьмой ящик. Это вот эта вот комната большая. Проходите сюда, говорите фамилию свою. Щегельская. Екатерина, да? Ирина, последняя. Ага. 48-й шкафчик. Проходите вот сюда, в эту дверь. Щегельская Екатерина. Краску обязательно. Здесь, в гостевой гардеробной, происходит настоящее перевоплощение. Спецодежда меняет ощущения и где-то уже сразу дисциплинирует. Туризм в касках – это один из слоганов экскурсионного бюро ММК. Но прежде чем вы сядете в автобус, кроме каски, вам обязательно выдадут куртку, штаны, респиратор и даже носки. Я должна обеспечить каждого экскурсанта, посетителя, ну, любого человека, кто заходит в экскурсионную, гардеробную, одеждой, предусмотренной на комбинате. Нам приходят ориентировочные размеры, которые люди дают. Мы так ориентировочно собираем. Для каждого гостя в отдельном ящичке лежит комплект чистой, отглаженной одежды, плюс обязательные очки, респиратор, перчатки. Все это необходимо убрать после экскурсии и сложить новое, в соответствии с заказанными размерами. Как рассказывает Татьяна, еще не было случая, чтобы не смогли одеть гостя, вне зависимости от размера и роста. А таких историй более чем достаточно, когда на комбинат приезжает с визитом команда двухметровых волейболистов или мощных борцов. Есть 36-й, там самый маленький, первый, ростом метр пятьдесят. Есть это до, по крайней мере, 72-2 метра точно у меня есть. На сегодняшний день пропускная способность гардеробной до 150 человек в день, а комплектов хранится только в раздевалках здания ЦЛК около двух тысяч. Вот такая арифметика чистоты и упорядоченности. И одежда – это уже тоже погружение в рабочий металлургический процесс. Некоторые говорят, ой, ужас один, сколько же вам приходится одевать. Так это минимум, что они тут одевают. Если бы они знали, что некоторые специальности у нас одевают еще, помимо этого. Без этого невозможно говорить о безопасности труда в металлургическом производстве. Об этом будут рассказывать и показывать на протяжении всей экскурсии неустанно. Вы сможете продолжить движение по маршруту только после просмотра видеоролика по технике безопасности. Мы запускаем на площадку, на территорию ММК, людей совершенно далеких от металлургии. Чтобы они прошли на площадку, они должны соблюдать наши требования, в том числе и по охране труда. Поэтому ролик они просматривают обязательно, и они понимают, что можно делать на площадке комбината, а чего нельзя. За плечами у экскурсоводов ММК обязательно очень подробное обучение по охране труда. И каждый из них может оказать первую медицинскую помощь, если кто-то из гостей себя почувствует плохо. Такие ситуации теоретически тоже возможны. Ведь что ни говори, металлургическое производство не курорт, но при этом действия весьма и весьма захватывающие. Самое первое производство – это горнообогатительное. Там, где мы добываем железную воду. Магнитогорский металлургический комбинат – это настоящий город. В нем ходят свои машины и поезда, трудятся тысячи людей. Территория комбината по размерам не уступает отдельному городу – это 120 квадратных километров. И видеть даже из окон автобуса уже яркий эмоциональный опыт. Дорога от одного цеха до другого, порой не менее 30 минут езды на машине. Именно эти наготовки производят сталиплавильное производство наше. Самые смелые проекты начинаются с любопытства. А что там за высокой оградой? А как выглядит эта огромная территория? У экскурсовода промышленного туризма Кристины Калашниковой было именно так. Я раньше жила на Левом берегу на гортеатре. И когда вот с гортеатра вниз едешь по Пушкину, видно весь комбинат. И мне всегда было жутко интересно, что здесь внутри. Это вот с детства. Это я когда сюда пришла работать, я уже поняла, что моя детская мечта такая, что там такое, исполнилось. У каждого рассказчика экскурсионного бюро горят глаза и всегда есть желание делиться знаниями. А объемов информации по-настоящему много. Экскурсоводы у нас, ребята, все разные. Они выходят на разные группы. То есть, допустим, бывают звонки, что мне надо экскурсовода там активного, позитивного, молодого, потому что у нас группа от турагентства приезжает такая-то и такая. Айтишники, допустим, приезжают. Конечно, на эту группу пойдет экскурсовод, который интересуется айти-сферой, допустим, или металлургии 4.0. Группа ветеранов, которые помнят, допустим, я там строил комбинат, или в таком-то цехе работал в таком-то году. То, конечно, предпочтение отдадим опытному сотруднику, который помнит, когда, на каком месте стоял тот или иной стан, чтобы он мог зацепить, быть с ветеранами на одной волне и вспомнить там начальников цехов каких-то, да, когда работали там. Или кто там был генеральным директором в этот момент, и обсудить с ними какие-то факты. Вот это очень важно. Туристические группы на промышленном гиганте стали принимать еще в 2018 году, когда поняли, как сделать такие визиты не только интересными, но, главное, безопасными. Ходила рабочая группа по этим маршрутам. Сначала мы прям сами их проходили ногами, смотрели опасно, безопасно, где можно стоять, где нельзя стоять, где можно фотографироваться. У нас есть зоны фотографирования, которые тоже были согласованы с разными службами. И вот путем выбора и просмотра таких цехов у нас были, сложились вот такие маршруты. За это время на комбинате разработали уже 7 маршрутов, два из которых рассчитаны на детей. Особенно популярны посещения укращения огня, когда можно и в доменном цехе побывать, и на прокатном производстве. У нас есть один контрольный текст по каждому, допустим, маршруту. Но уже какие-то фишки в этот текст ребята добавляют уже сами, в зависимости от своих интересов и компетенций. А еще у каждого экскурсовода есть любимая локация, где рассказ звучит по-особенному эмоционально. Неудивительно, что, как правило, это сердце комбината «Доменый цех». От печки когда-то началась история города, от нее же стартует и знакомство с производством. «Доменый цех» — это та самая суть металлургии. А если говорить о доменщиках, соль в соли земли. И, наверное, именно поэтому «Доменый цех» — обязательный пункт в экскурсионной программе у каждого из экскурсоводов для взрослых. Поэтому для того, чтобы понять металлургию, для того, чтобы понять металлургов, магнитогор, в конце концов, здесь обязательно надо побывать. Почувствовать эту мощь, почувствовать этот размах и увидеть собственными глазами тот самый мускульный труд настоящих мужчин. «Доменый цех» — это тот цех, который соединяет в себе и прошлое, и настоящее, и будущее. Андрей Корнеев — тот самый Дока, который в этой профессии уже больше 20 лет. О его осведомленности слагают легенды. Глубина, профессионализм, спокойствие и прекрасное чувство юмора. Это все о нем. О чем я больше люблю рассказывать? То есть я смотрю на человека. То есть я как-то, может быть, это уже получается автоматически, благодаря опыту, я определяю, что человеку интересно. Некоторым людям вообще интересно, откуда взялось железо на нашей земле. Тогда я рассказываю историю сотворения земли и появления железа на ней. Как лететь с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Почему-то именно эти слова и сказки Олеши Тритолстяка приходят на ум при знакомстве с Андреем Корнеевым. Ну, кстати, про лисицу у него тоже есть история. Мы ехали в районе кислородно-конверторного цеха или стопрокатного цеха номер 10. Была детская экскурсия. Были дети, полный автобус детей, человек 40 вместе с преподавателями родителей. Нас сопровождала служба безопасности. Мы ехали и вдруг увидели лису, обычную рыжую плутовку, которая неторопливо и важно пересекала проезжую часть. Служба безопасности на своем автомобиле остановилась. Мы тоже остановились, посмотрели, как лиса пересекает дорогу. А я как раз детям рассказывал, какие виды животных обитают у нас на территории нашей промышленной площадки. Ну и, конечно же, с кем, как не с Андреем Корнеевым, обсудить компетенции экскурсовода промышленного туризма? Ведь это по-настоящему особенная каста. Экскурсоводу нужно все. Конечно, и чувство юмора, и знания глубокие по технологии, по истории. Ему нужно владеть приемами риторики. Нужно быть психологом, определять состояние человека. Плюс ко всему вышесказанному необходимо быть командным игроком. Наша команда – это команда. И работая в такой связке, мы, наверное, и можем освоить, освоить, наверное, даже такое слово скажу, туристов, которые пришли у нас за тот год. Потому что ребята все взаимозаменяемые. Они подхватывают, да, допустим, где-то идет пересечение, экскурсии. Они помогают друг друга. Они обсуждают какие-то вопросы у меня. Это получилось, это не получилось. Кто-то подсказывает какие-то нюансы. То есть это команда. Мы никогда не делим. Это твое, это мое. Мы делаем все вместе. И только так мы можем справиться с таким наплывом туристов, который идет сейчас на комбинат. Еще одна очень важная, как правило, обязательная остановка на туристическом маршруте – ЛПЦ-11. И это уже совсем другой калинкор. Здесь расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК. И ознакомиться с производством турист может двумя маршрутами. Есть президентский и есть генеральский. Президентский маршрут – это как раз по этому маршруту мы сейчас идем. И почему он так называется? Потому что, когда была церемония открытия этого цеха, Владимира Владимировича проводили через тот вход. И по этому маршруту он чем хорош? Тем, что безопасно и все наглядно видно. Он единственный? Нет? Или здесь можно пройти с экскурсионной, с другими маршрутами? В этом цехе два способа следования. Мы выбираем тот или другой в зависимости от того, какое именно сегодня оборудование работает. Но чаще всего мы именно по этому так называемому президентскому маршруту вводим. Ну, это такое, конечно, неофициальное название. Просто между собой работники говорят, например, я звоню начальнику смены, предупреждаю, что сегодня экскурсия. Если я ему скажу, мы по-президентскому или по-генеральскому его еще называют. Владимир Суднев – тот самый экскурсовод, который с удовольствием отвечает на вопросы, связанные с новейшими технологиями в металлургическом производстве. Но вопросы порой звучат самые разные. Особенно стараются дети. Это сложная и в то же время самая интересная публика. Я всегда жил в Магнитогорске или нет? Как я решил стать экскурсоводом? Отшучиваюсь я так. Я говорю, что мне приснился сон, что я должен стать экскурсоводом, и я пошел и стал экскурсоводом. Глубины и знания технологии стали той самой визитной карточкой экскурсионной программы Владимира. Но даже рассказывая, казалось бы, о вещах, которые в сегодняшних реалиях постоянно претерпевают изменения, сложно избежать выгорания. Особенно в работе с людьми. Совсем недавно я проводил экскурсию для внучки Яковлева. То есть первая доменная печь, она имени Юрия Викторовича Яковлева. И вот его внучка очень случайно даже здесь оказалась. И когда чувствуешь, какое-то воздействие оказывает на человека. Тем более мы зашли на эту печь, зашли на пункт управления, там висит портрет дедушки. Ее до слез это видно, что тронуло. И потом мы еще переписывались даже после экскурсии. И она рассказывала, что мы видели только обратную сторону этой медали. То есть мы понимали, что он серьезный специалист, что он востребован, что много времени отдает. Но они видели, какой он приходит усталость с работы, как он может среди ночи уехать на работу. Как мама стирала белые рубашки, воротнишки которых становились черными. Как они ждали его возле завода управления, когда он говорил, сейчас я на минуту зайду, а они час-два могли прождать, когда он вернется обратно. Удивительный факт. Ровно столько, сколько энергии ты отдаешь, ровно столько вдохновения получаешь обратно от людей, которые проходят стальными маршрутами комбината вместе с гидами промышленного туризма. В 2022 году Магнитогорский металлургический комбинат попал в национальный рейтинг промышленный туризм «Лидеры России-2022». Причем сразу в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке российских предприятий. Промышленный туризм – это совсем не про деньги. Много переезжая по предприятиям, по России, где открывается сейчас промышленный туризм, ни у одной компании я не увидела, что это вот про деньги. Это имидж предприятия, это показ открытости предприятия. Все хотят показать, насколько они продвинутые, похвалиться своим оборудованием, роботами, которые стоят на площадке. Промышленный туризм – это для того, чтобы показать всем жителям России, что у нас все с промышленностью замечательно. После того, как к нам люди на экскурсию попали, сходили, они видят огромное предприятие. Оно работает. И не просто работает, оно еще совершенствуется. Не только совершенствуется оборудование для того, чтобы больше производить, но и совершенствуется оборудование для того, чтобы у нас воздух был чище. То есть в экологию, несмотря на всю сложность в политической ситуации, мы думаем еще и об экологии. И когда видишь масштабы производства и цели, какие поставлены, и то, что к этим целям идет движение настоящее, то тогда появляется внутреннее спокойствие. Значит, страна хорошо себя чувствует, значит, есть ресурсы, и все будет хорошо. Сегодня металлургия Магнитогорска может стать близкой и понятной каждому желающему увидеть и составить свое собственное мнение о работе легендарного предприятия. И за этим, по сути, двусторонним обмене опытом, знаниями, энергией стоят настоящие энтузиасты своего дела. Настоящее счастье здесь, среди этих домин и котлов, прокатов и напоров. Все вместе пойдем учиться на металлургов. В этой книге отзывов можно прочитать самые невероятные отзывы от известных людей, как России, так и всего мира. Телекомпания ТВИН читает один отзыв за другим, понимает, что экскурсионное бюро действительно по-настоящему проводит интересные, классные экскурсии. Нам хотелось бы тоже оставить свой отзыв. Экскурсионное бюро ПАО ММК. Большое спасибо за работу. Телекомпания ТВИН 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 ТВИН